удерживающий теперь угошать духа святого лично мир вам друзья приветствую вас на блоге виктора буслова познание познавая бога внутри себя мы продолжим и сегодня закончим тему духа святого важность личного взаимоотношения с ним а именно важность не угошать святого духа лично удерживающий теперь дух святой мы уже говорили в предыдущих подкастах как грех пустые дела будут проникать церковь в последнее время проникать не прямой атака на церковь а постепенно используя каждого человека отдельно оправдывая грех пустые дела и допуская в свою жизнь и все начнется с того что многие откажутся от силы духа святого его плодов в нас от даров служения того для чего он сейчас на земле отказываясь от силы духа святого в своей жизни лично сам на сам с богом об этом никто кроме человека знать не будет но человек постепенно сдастся под натиском греха пустых дел этого мира согласиться что это нормально но это не мы с вами так друзья мы и сейчас ищем познание духе святом и силе его для того чтобы лучше познавать бога отца иисуса христа и духа святого аминь удерживающие теперь угощать святого духа лично час 4 2 фессалоникийцам 27 и сейчас мы поговорим что будет происходить с духом святым в последнее время описано иисусом христом и апостолом павлом немного по путешествиям по его слову по слову божьему и во времени задайте вопрос богу что сегодня сделать мне в твоей церкви мы много по мы много говорим и будем говорить о боге иисусе христе и святом духе на нашем канале следите подписывайтесь на канал чтобы всегда быть в этом увлекательном путешествии не оставлю вас сиротами приду к вам в последнее время об этом времени иисус христос рассказывал в евангелии от матфея 24 глава почитайте сами это очень интересно почитайте всю главу но мы возьмем несколько стихов а именно матфея 24 глава стих 22 если бы не сократились те дни то не спаслась бы никакая плоть но ради избранных сократятся те дни матфея 24 21 последнее время будет сильное давление этого мира на церковь и как написано бог сократит это время ради избранных кто эти избранные это те кто пришел богу с искренней молитвой покаяния и веры в иисуса христа их бог оправдал очистил от их греха и исполнил духом своим и эти люди то есть мы с вами стали жить поведению духа святого про избранных нас с вами друзья да иисус сказал в евангелии от иоанна 14 глава стихи 16 по 19 и я умолю отца и даст вам другого утешителя да пребудет с вами вовек духа истины которого мир не может принять потому что не видит его и не знает его а вы знаете его ибо он с вами пребывает и вас будет не оставлю вас сиротами приду к вам еще немного и мир уже не увидит меня а вы увидите меня ибо я живу и вы будете жить евангелие от иоанна 14 глава стихи 16 по 19 даже последнее время будут люди которые не откажутся от духа святого и силы его и будут продолжать строить взаимоотношения с богом и буду служить церкви дарами духа святого аминь как сказал иисус христос в евангелии от матфея 24 глава стих 13 претерпевший претерпевший же до конца спасется это матфея 24 глава стих 13 удерживающий сегодня дух святой давайте посмотрим что именно будет здесь на земле с другой точки зрения почитайте дома послание 2 фессалоникийцам 2 главу всю главу это интересно но мы посмотрим стих стихи с 7 по 13 ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор пока не будет взят от среды удерживающий теперь и тогда откроется беззаконник которого господь иисус убьет духом у своих и истребит и истребит явлением пришествия своего того которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то что они не приняли любви истины для своего спасения и за сие пошлет им бог действия заблуждения так что они не будут верить лжи да будут осуждены все не веровшие истине но возлюбившие неправду мы же всегда должны благодарить бога за вас возлюбленные господом братья что бог от начала через освещение духа и веру истине избрал вас ко спасению это 2 фисал никицам 2 глава стихи 7 по 13 а на земле в это время будет взять удерживающий это дух святой друзья как было и во времена ноя такое было уже во времена ноя откроем книгу бытия 6 глава возьмем стих 3 и сказал господь бог не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком и симе потому что они плоть будут они будут дни их 120 лет эта книга бытие 6 глава 3 стих здесь говорится что бог забирает земли дух свой потому что люди стали пренебрегать им и после этого на земле был потоп также и в последнее время будет забран дух святой который сейчас здесь на земле послание фисал никицам он сказал он назван стих 7 ибо тайна беззакония уже в действии только не совершится до тех пор пока не будет взят от среды удерживающий теперь это 2 фисал никицам 2 глава 7 стих взят от среды взят из нашего мира удерживающий теперь от греха силою своею в наше и последнее время почему будет забран дух святой земли в десятом стихе вообще полностью нужно почитать второе послание фисал никицам 2 главу и мы возьмем стих 10 и со всяким неправедным обольщением погибающих за то что они не приняли любви истины для своего спасения люди не приняли любви истины им не нужен дух святой нет святой дух нужен но как медалька на пиджаке а силы его отрекшиеся и в последнее время под воздействием давления греха непотребства этого мира ослаблены без духа святого многие будут поддаваться этому миру но как сказал павел 13 стихе мы же всегда должны благодарить бога за вас возлюбленные господом братья что бог от начала через освещение духа и веру истине избрал вас к спасению кто избран к спасению так кто друзья избран на этих людях будет стоять печать отмеченные духом святым откроем послание матфея 24 главу стих 30 31 тогда явится знамение сына человеческого на небе и тогда восплачиваться все племена земные и сына человеческого грядущего на облаках небесных силою и славой великою и пошлет ангелов своих с трубой кромогласную и соберут избранных его от четырех ветров от края небеса до края их это матфея 24 глава стих 30 31 избранные те кто не отказался от любви божьей кто не отказался от духа святого и силы его те кто превозмогая грех и давление этого мира идет вперед вместе с духом святым умертвляя свою плоть и поступая поведению духа господнего кто не оставил церковь а служит друг другу приращивая себя к церкви любовью это про нас с вами так друзья не угощать духа святого лично так почему написан этот подкаст почему лично потому что именно каждый в своем сердце разуме каждый человек лично делает свой выбор взаимоотношений с богом мы посмотрели что будет последнее время с духом святым и людьми в последнее время которое мы живем ему и мы и мы можем застать и вообще тема угощать духа святого пошла с того что мы говорили о плодах и дарах служения духа святого и очень важно именно лично чтобы нам лучше слышать духа святого и не угощать его лично в своей жизни конечно конечно же и жизни в церкви друзья спросите у бога что я могу сделать для тебя в моем собрании прямо сейчас помолитесь и спросите задайте вопрос духу святому в этом подкасте мы не мы немного путешествовали по слову божьему и во времени но нас еще много ожидает таких тем и подкастов приглашаем вас в это путешествие с нами кто уже подписался на этот блог подписывайтесь и вы пошлите вместе с нами а сегодня я заканчиваю если вам понравилась запись или получили слово откровения духа святого конечно поставьте лайк подписывайтесь делитесь и передавайте привет братьям и сестрам аминь